Всем привет, с вами Красный Скорпион и я продолжаю прохождение игры под названием Call of Duty Black Ops 2 и у нас на очереди третья боевая миссия под названием Старые Раны. Мы вновь возвращаемся в прошлое, в Афганистан 1986 года, но войска оттуда еще выведены не были. До 1989-1990 года еще есть несколько времени. Так, снова Алекс Мэйсон, сведения о карьере. Так, Старые Раны, испытания кинулись. Убейте 15 солдат врага с саблей, избейте оттуда с помощью минометной мины, уничтожите танк при помощи противотанковой мины, задавите. Кстати, здесь испытания уже отсылают к тому, что будет в миссии. Так, секундочку. Отлично. Так. Поменяем комплект по возможности. Так, ну, судя по тому, что это Афганистан, АК-47 лучше оставить. Рефлекс, глушитель, ну, магазины оставим. Патронов нам может не хватать. СВД. Ручные пулеметы. Нет, спасибо. О, пистолеты, пулеметы. УЗИ. Как раз то, что нужно. Хотя можно и МП-5 взять, но вряд ли МП-5 будет в Афганистане. Рукоятка. Ну, давай рукоятку. Ствол, магазин. Так, инструменты. Не, да мне бы лучше переключение оружия быстрее сделать. Так, гранаты. С4. А зачем мне С4? Хотя, если там будет техника. Ладно, поехали. Я не смогу справиться с Менендесом, пока не пойму, как этот гад мыслит. Салазар, тебе же его легенды известны, как никому другому. За что, за что он так сильно нас ненавидит? Например, Авера Фриан. Он с детства наблюдал, как Контра снасилует и истребляет его народ. Потом, в 72-м, было сильнейшее землетрясение. Его семья потеряла все. Год спустя, единственный дорогой ему человек, его сестра Жозефина, сильно пострадала при пожаре. Рауль с отцом начали все заново. Продавали наркотики ради быстрой наживы. Они обрели богатство и могущество, стали легендой Монагуа. Картель Менендеса стал практически неприкасаемым. ЦРУ по приказу правительства США ликвидировала отца Рауля. Ага, и он возненавидел Америку и начал поставлять оружие в Афганистан, попутно собирая личную армию. И ЦРУ устроила охоту на него в Кабуле. Этот снимок на ВУЦ показывал, помнишь? Видишь этого красавца? Это я. А этот Страшила, твой папаша. После Вьетнама он стал очень опасным. Итак, начинаем. Старая рана провинция Хост, Афганистан, Алекс Мэйсон, ЦРУ, подразделение спецоперации, 1986 год. Узнать о связях Менендеса с советами. Представление начинается, Мэйсон. И что же нам будут показывать? Что ты видел, Вуц? Песок, песок, один гребаный песок. Ну а что ты хотел? Сверной Хатсон уже идет. Афганистан все-таки. Думаешь, китайцам можно доверять? Здесь можно. Они поддерживали моджахедов так же, как и мы. Китайцам в Афганистане. Они понимают, если в Афганистане победит Россия, Китай будет следующим. Русских никто не любит, да? Ты же меня знаешь. Я никого не люблю. Советую тебе не высовываться. Спокойно, Джао. Оружие мы доставили. Теперь о твоих обязательствах. Я отведу вас к лидеру Маджахеда. Он поможет вам разыскать Раула Менендеса. У нас свежие лошади. Вы поедете за нами. Точняк. Ну, поехали. Ну и да, это первый и последний раз, когда в серии Call of Duty можно ездить на лошаде. Только что увиделись. Как раз направляемся в лагерь Маджахедов. Ну, ему это уже больше не понадобится. На кой черт это тебе надо? Мало ли что. Ну да, вот действительно. Мы же в Афганистане, у нас есть лошади. Почему бы шашку-то не взять? Поехали. Думаю, не стоит напоминать, что о нашем присутствии никто не должен узнать. Если Россия узнает о нашем вмешательстве в Афганистане, будут серьезные последствия. Об этом узнаем только если нас бывают. А этому точно не бывают. Надо спешить. Мы считаем русский вот-вот на Чилл-стурм лагеря. Мисен, поддай коску. Ну все, вот и лагерь Маджахедов. Что это там вдалеке? Какая-то башня. О, вон двое парней Кальян покуривают. В принципе, для них типично. Контрольная точка. Я уже слышу Хадсона. Специалистов. Рахман, это Вудс и Мейсон. Мои лучшие люди. Нам нужно оружие, а не солдаты. Ну вообще-то солдаты это самое лучшее оружие. Так сойдет. Ведь солдаты умеют обращаться с любым оружием. Опа. А на карте у него русские надписи. Мы отражаем атаку русских, вы сообщайте нам все, что знаете о Минендесе. Наша база здесь. При любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья. Это я знаю. Наши люди защищают эти горы. Оружие даст им преимущество. Говеный план. Речь, между прочим, идет о русской армии. Они возьмут вас грубой силой. У них будет численное преимущество. И бронетехника. К этому ваши люди готовы? У них нет опыта обращения с нашим оружием. А у нас есть наше место на линии фронта. Русские приступили к штурму. Яла, яла, бур-бур-бур. Это не просто вера, Чао. Приступим. Ну, поехали. Ладно, приступим. Но сначала возьмем вражеские разведанные. В лагере. В союзном лагере. Вообще, это странно. Так, ну, пока все удирают, самое время вскрыть сквад с минометными снарядами. Самое главное, что мы берем всего лишь пару, а у нас появляется достаточно много их. Так, поехали. Там уже танк выкатили. А это сложнее, чем вы думали. Версушки сбрасывают пехоту прямо у лагеря. Предоставим их маджахедам. Нам надо сосредоточиться на технике. Господи, вот это. Так, все, походу, здесь надо слезать. Так, отлично, идем. Вон противник. На постройке. Он сдохнет или нет? Он скриптовый? Смотрите, ему просто пофиг. Да, он скриптовый. Да, этого я от Black Ops 2 никак не ожидал. Скриптовых противников. Через развалины пробирается БТР. Одной винтовки тут мало, Мэйсон. Да и так знаю, что мало. Здесь, походу, нужна молекулярная пушка. Здесь у нас бессмертные советские солдаты. Так, там БТР. Сюда едет еще один БТР. Вон он. Давай-ка гранату, упади вниз. Я слышу голоса русских. Так, тихо лежим. Ага, вон он. Все, противник уничтожен. Так, там пусто. Так, мы у стенки. Так, они в нас гранаты кидают. Так, господи, твою мать. За этих построек деревянных нельзя нормально никак расположить своего персонажа. Так. Нужно было схватить стингера из оружейного склада, насколько я помню. Так. Сейчас БТР сделает еще один круг, и мы пойдем. Так, БТР остановился. гранаты этого вида закончились. Господи. Так, вперед. Поехали. Так, сидим. Сидим и не рыпаемся. Вот это скрипты. Так. Поехали наверх. Готов. Так, а здесь у нас... А здесь у нас, судя по всему, противотанковые мины. Судя по надписям. Да, это они. Постарайся установить их на пути техники. Да подожди ты. Так. Собственно, нам надо выполнить достижения для убийства советских солдат со стингера. А поскольку пока мы не уничтожаем БТР, они появляются бесконечно, мы этим и воспользуемся. То есть, я говорю, они будут бесконечно появляться, мы будем их уничтожать и быстренько достижения выполним. Для того, чтобы там разблокировать одну вундервафлю за пять выполненных достижений. То есть, это просто... Опять-таки, мы пользуемся скриптами колды. Так, выполняем боезапас. Ха, похоже, они закончились. Видимо, не все бесконечно. Ну? Да, похоже, все. Либо скрипт закончился, либо... Да, мы всех уничтожили. А нет, вон еще один. Меня выстрелили, я потерял управление стингером. Все, готов. Так, вон еще один. Господи, здесь снаряд тоже не прямо летит. Теперь прямо. Так, стингер нам еще понадобится. Так, надо установить подрывной заряд в проходе. Ну, сейчас установим. И больше ни один танк, ни один БТР сюда не пролетит. Ух ты, вот это болтяра. Ха-ха. Демолишн чардж. Заряд установлен! Можно было просто слово демолишн оставить, уже было бы пафосно. Джао, что ты там сидишь? А, понятно, что-то со скриптами опять. Я задолбался уже ломать скрипты. Взрываем. Ха-ха. Ха-ха. Западный проход перекрыт. Здесь техника точно не пройдет. Лутс, Мейсон, они бросили на вас все свои силы. Враги по всей долине. Маджахиды доложили, что с севера идут вражеские танки. С севера идут вражеские танки, но сейчас разберемся, у нас есть противотанковые мины. вражеские танки. Я не этого хотел. Так, устанавливаем. Так, вот, тот надо уничтожить. Да, господи. Неплохо, Мейсон. Маджахиды не могут сдерживать атаку. Так, отлично. Еще один танк уничтожен. С востока приближаются вражеские вертушки. Не подпускайте противника к базе. Поехали. Да. Так, сейчас не подпустим. У нас есть пулемет. Они уже приближаются. Так, это Ми-24. Так, а это Ми-8. Еще один Ми-24. Вертолеты уничтожены. Так, отлично. Остальные мины не сработали или я что-то напутал? Да, похоже, остальные мины не сработали. Так, БТР надо уничтожить. Огонь по танкам! Так, отлично, БТР уничтожен. А танк сейчас должен на мину наехать. Да, отлично, все, танк уничтожен с помощью противотанковой мины. Отобьем, без проблем. Господи, лошадь, хватит передо мной ходить. Мы берем, как всегда. Скажи ему, пусть лучше готовит нам информацию о МННДСе. Нет. Нет. Так, ну в принципе мы продолжаем отбиваться. Я наконец-то нашел удобную позицию, за которой меня ни лошади не достают, ни противники. А все, кстати, скрипты, в меня даже никто не стреляет. Проблема этой миссии в том, что в отличие от всех остальных в Блокопс 2, она скриптовая. Отлично, мы уничтожили вертолет с помощью альтернативного режима Стингера. Осталось столько без проблем вообще, то есть меня просто уже в меня даже никто не стреляет. Или вы хотите сказать, что это вон с того поле снайпер меня выцеливает? Они слишком далеко. да, то есть просто уже скрипты. А, хотя не, мне кажется ни хрена не скрипты, вон он. Отлично. И еще один вертолет уничтожен. Ладно, скакать на автомобиль, но это вообще шедевр, реально. так, мне кажется, я знаю, что мы должны сделать дальше. Так, для начала подождать, пока мы успокоимся. Поехали. так, для начала вражеские разведданные. Правда, позбиваем еще немножко русских, чтобы тоже достижение было выполнено. Надо просто кругами круги нарезать, кругами круги нарезать, масло маслоное. В общем, надо просто круги нарезать, они будут спавниться, мы будем просто их сбивать. Бежим, бежим, бежим. Так, я еще манджахедов задавил, пап. Сваливай быстрее, вы это слышали? В принципе, Мейсон тоже юморист от бога. Так, отлично. Русских мы сбили, господи. Уйдите. уйдите с дороги. с дороги. Такс. Надо. Так, идем. так, ну пойдем тогда пешком. Господи. Легко сказать, легко сделать. кто это? Похоже, в меня вертолетов стреляют. он сзади появился. Вот это да. Может быть, я что-то здесь не так сделал. А что, если мы пойдем по другую сторону? Скакать на вертолете. о да. Будем уничтожать их. Все, стингер закончился. Бежим, 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 давай. Вот это скрипты. Не, на самом деле это миссия, это одно сплошное царство скриптов, и она меня, если честно, подбешивает, но я держусь. А, это БТР, понятно. Так, надо переключиться. Вот, господи, где же эти контрольные точки, когда они так нужны? Все, БТР уничтожен. Я уже даже как-то забил на официальный стиль. Еще одна контрольная точка. Пацаны, вы не могли эти контрольные точки разместить в начале уровня. Тогда, когда ты никуда не мог проехать, и тебе приходилось постоянно какой-то херней заниматься. Скакать на чем? Почему оно так далеко? Так, я взорвал мост. А, у них пулеметы. А теперь понятно, кто в меня стреляет. Ладно, идем дальше. Здесь у нас в пещере развед данные. Отлично, все, сведения получены, статистика обновлена. То есть, нет, в принципе, можно эту миссию без единой смерти пройти, но тогда ты не получишь фактически ни одного достижения, потому что все остальные достижения, ух ты, вот эта там группа. Можно получить только, если ты умрешь по крайней мере раз десять. что здесь тебя скриптами просто заливают. Так, идите нафиг, мне еще подниматься. Ну, все развед данные я собрал, где они находятся я вам показал, моя задача на этом основная выполнена. Так, возьмем боеприпасы. все склад боеприпасов мы отбили. Что это значит? ну-ка, говори, что там случилось. Такого серьезного, что мне нужно сюда приехать. Вудс, нас тут вообще-то на базу вызывают, что ты здесь делаешь-то. Еще понимаю я, которому надо уничтожать здесь все. Ладно, поехали. Так, где мой скакун вороной? А реально, а где он? Может, не будем пешком-то добираться? Алло? Да хотя, в принципе, можно и пешком. Я бы еще самолеты позбивал, но, видимо, это нельзя сделать. А, вот ты где. Все, поехали на базу. Мой старик был крутый инсукиным сыном. Это уж точно. Кравченко практически дыру ему в башке просверлил, напичкал ее этими долбанными цифрами, но он выжил. Сам-то Мейсон говорил, что больше не видел этих цифр, не знаю. Я в этом не уверен. Ну, и никто не уверен. Никто об этом не знает, кроме него смол. О, господи, они спавнятся прямо у нас на виду. Так. Два БТРа, один Мин-24. О, господи, это еще что? Это что за вундервафли? Двуствольный танк? Покажем же им отвагу. Вы со мной? Покажем же им отвагу. Ну, на лошадях на двуствольный танк мне кажется это немного глупо. Хотя, с учетом того, что все сбивают Мин-24 просто так, но он справа уже несколько седоков погибло. Ну, я же сказал. Давай. Перекатывайся. Кстати, сзади он на Абрамс похож. Он выехал прямо из БТРа. Он, походу, из жести сделан, судя по злому. Все, танк уничтожен. Какого хера? Твою мать, это Кравченко. Кусок говна. Да, засранец оказался жив. Видимо, Вудс, ты его не до конца убил. Я кое-что подмечал его взгляд. Он вдруг начинал шарить вокруг глазами, а потом ни с того, ни с сего говорил по-русски. Но это событие первого Блэк Олбс. допрос лучше мне провести? А может, ты пойдешь нахер? У меня с этой мразью неоконченный разговор. Я бросил тебя подыхать во Вьетнаме, сержант Вудс. Ты должен быть мертв. А я то и не в курсе. Мой друг Рахман сказал, ты ведешь дела с неким сальвадорцем по имени Рауль Менентез. И что ты для него делаешь? Иди в жопу. Ты веришь в возмездие? А? Это территория маджахедов, детка. Тебя закопают по шею, завернут тебе вики и бросаются в пустыню. Я могу убить тебя быстро. Нет, 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 сопротивляться. Он может что-то важное сказать. Я продаю ему оружие. Как-то не по-советски ты поступаешь, брат. Советский Союз подыхает. Теперь все лишает деньги. Куда идет это оружие? Куба, Ангола, страны третьего мира. Зачем? Менендес хочет увидеть мир в огне, но этому не бывать. Он гораздо могущественнее, чем ты думаешь. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Шерня, он на мозги трахает. Да, ржет еще. Менендес сказал, ты должен страдать. Ах ты двуличная мразь. Мы воевали с русскими на вашей стороне. Этому, кстати, предшествовал тот факт, что в самой первой миссии Первого Победы мы слышали, как Менендес разговаривал с Муларахманом по радио, поэтому этого можно было ожидать. Пидорас. Без воды и укрытия ты продержишься день. Если повезет. Я, судя по всему, что Маджахеды и Кравченко работали вместе, не знаю, насколько это событие реально. Еще у меня рука сквозь текстуру провалилась. Или это песок так меня присыпал. Смотрите, пальцы в земле. Ну вот, мы в пустыне, заживо похоронены. И как ты думаешь, кого увидел там твой отец? Хитрый Виктор. Шулер. А, ты совсем как твой старик. Нет, это был не он. Близнов. Брось, если бы это был он, тебе не кажется, что он бы на чуток задержался? Хоть бы объяснил, что творится. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Если не хочешь пропустить новые видео или различные новости, то обязательно подпишись на канал. Также оценивай видеоролик, лайк или дизлайк. И, конечно же, напиши комментарий или дополнительный вопрос, на который я обязательно отвечу. Ну а с вами был Красный Скорпион, до скорых встреч в следующем видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok